И сегодня Господь дал просто очень такое интересное, такое вдохновляющее направление, преодолей себя, или другой момент, победи себя, мы многое начинаем, мы идем по жизни каждый раз, нам каждый раз что-то хочется, но мы сталкиваемся с вещами, что нужно постоянно себя побеждать, постоянно себя обыгрывать, постоянно себя понимать и выходить, и не проигрывать, потому что если я себя не понимаю, и я сам себе диктую, то я, мой плотской человек, это первый враг и первый убийца самого меня, я сам себя, если я не буду понимать себя, я сам себя уничтожил, я сам себя разрушил, но если я начну понимать себя, я начну дрессировать своего плоского человека, я начну выигрывать, я научусь преодолевать собственные слабости и собственные неспособности. И смотрите какие интересные вещи, Ефесянам 6.13, слова Иисуса, примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день плохой или в день злой, все преодолевшие, преодолей себя, все преодолевшие, сохраниться, состояться, устоять на той позиции, но другое место из Священного Писания, тот же апостол Павел, обратите внимание, что большинство мест из Священного Писания, это апостол Павел, это человек, который говорит, я проповедую только Иисуса, Римлянам 8.37, он говорит, преодолей себя, все преодолеваю силою возлюбившего, не только кошку, но силой возлюбившего меня, силой возлюбившего тебя, я все преодолеваю любовью, силой любви, силой возлюбившего, я говорю сегодня, что преодолей, ты можешь преодолеть, победить себя и быть победителем, вы знаете, мы как люди склонны привязываться, вот человек такое существо, что он склонен привязываться к ненужным вещам, создавать неправильные привычки, тратить время, кто-то ест, кто-то пьет, кто-то лентяется, ленивый, вы знаете, есть такой один, я потом об этом расскажу, это немножко дальше, и получается, что человек, как христианин, ты понимаешь, что тебе постоянно нужно себя преодолевать, утром проснулся, лень, не хочется вставать, хочется это, но есть то решение, есть то, что тебе нужно, ты научился как себя преодолевать, но есть сферы, где еще нет преодоления, и мы сегодня будем, реально Господь открывает такие истины, которые реально делают тебя сверхъестественным, и способным выполнить любую задачу, аминь Иисус, и еще один такой момент, мы говорим, мы идем, мы как-то должны оказаться в Царстве Божьем, и нас научили, мир как-то научил, и мы живем, у нас сформировали старые привычки, старый характер, и мы настолько иногда к этому привыкаем, что даже не замечаем, что существуют вещи, которые реально надо менять, и ты к ним привык, и говорит, я не знаю, я уже, у меня все забетонировало и зацементировался этот характер, но Господь говорит, это возможно, говорит, я могу разбетонировать, я могу расцементировать, я могу разминировать, я могу сделать в своей жизни все, что угодно, и ты можешь быть победителем самого себя, как только ты победишь самого себя, ты начнешь выходить из рабства, кто кем побежден, тот тому и раб, я хочу быть побежденным Иисусом, и быть рабом Иисуса, когда ты раб Иисуса, ты тогда поистине свободен, потому что уже не ты живешь, но совершенная воля Иисуса начинает управлять твоей жизнью, и в твою жизнь приходит сверхъестественное и самое лучшее, и ты думаешь, как я хорошо попал на этот путь, ты что-то говоришь, как-то на путь надо попасть, Иисус есть мой путь, Да, хорошо, и я сейчас кое-что скажу вам, то есть, христиане, зная, что существует плоть, это эгоистическое такое соединение души и тела, и с этим как-то нужно разбираться, все, проехали, сейчас я скажу, я никогда мне Господь начал говорить некоторые вещи, я вообще с греческим не дружу, с еврейским тем более, но Господь почему-то в этот момент мне сказал, посмотри, как переводится слово преодоление, и там преодоление существует из двух слов, вообще интересно, оно звучит как иперинканьо, ипер это производное слово гипер, например, гиперзвуковой, это сверхмощный, надспособность, знаете, как это слово преодоление переводится? «Уверенная сверхъестественная победа». Я вообще, когда все преодоление, это уверенная, какая-то свыше сверхъестественная победа, и вы знаете, что когда ты вдруг начинаешь, смотрите, все преодолеваю, уверенная гиперсверхъестественная победа, «моккоробуши», это слово «гипер» и там еще вторая часть, вторая часть, она означает как победоносное действие, и я вдруг начал обращать внимание, что победоносное действие, кто побеждает? Побеждают герои, победа, а за победой всегда идут трофеи, но есть люди-герои, я когда-то нарвался на слово «герой», я посмотрел, что означает «герой» в греческом или в античной мифологии. Герой – это человек, который сверхъестественным образом победил свои собственные обстоятельства. Вы знаете, что ты можешь не только себя побеждать, ты можешь даже побеждать обстоятельства, которые вокруг тебя, сверхъестественным образом, и Господь четко дал места, которые показывают, как классическая победа происходит у адекватных детей Божьих во имя Иисуса. Победитель – это герой, значение слова, человек, имеющий сверхъестественные способности, проявивший сверх качестве, преодолевший, победивший, получивший награду и трофеи. То есть герой – это, знаете, мы придем к такому моменту, когда существует чемпион, и у чемпиона всегда есть тренер. Чемпион, он виден, его видно, а тренера не видно. Но чемпион никогда не сможет стать чемпионом, если у него не будет тренера. Потом я это покажу вам. Это интересный момент. Есть три типа людей. Вообще на планете Земля существует три типа людей. Эти три типа людей мыслят определенным образом. Первый тип людей – это люди, которые вообще, не знают Господа, и они управляемы духом этого мира. Они говорят так. Я пойду на работу, отдам свое жизненное время, мне за это дадут деньги, я пойду поем и что-то куплю. Одни говорят, но если ты будешь работать в офисе компании определенной, я не буду говорить какой, ты будешь получать 30-40 тысяч гривен. То есть они тебе будут давать полторушку и даже 2 тысячи долларов, но у тебя личной жизни не будет, и ты будешь жить там. Вот жить только этим. То есть это, знаете, это вообще продать себя полностью в рабство. И мир, он всегда торгуется, он всегда покупает нас и всегда старается снизить цену, но заплатить нам как можно меньше, сделать зарплату как можно меньше. Ну, как бы вот мы замечаем такой момент. Но так живет этот мир. И дух этого мира, он все пропитал. И все люди, которые ходят на улице, это все люди, это члены семьи сатаны. Осознают они это. Понимают или не понимают. Они живут в матрице. Они роботы. И у них в голове только одно. Если он не пойдет на работу, он придумает другой метод, более жесткий. Украсть, ограбить, может даже убить, сделать махинацию, причинить ущерб другому человеку и так далее, и так далее. Но есть закон, причина следственной следы. Что ты сделал, то тебе вернется. Вы знаете, очень странно, когда в Украине в 14-м году началась война и начались первые убийства людей, Иисус мне показал в Священном Писании, в Бытие, один стих, который он сказал, «Всякий, кто прольет кровь другого человека, погибнет». Вы знаете, сколько людей залезли, вы знаете, людей направили на убийство, теперь целые тысячи семей попали под закон, и эти люди погибнут. Вы знаете, вот эта война, Вторая мировая, Великое Отечественное, сколько там людей было, и люди убивали друг друга. Поэтому я говорю, что, «Господь, помилуй этих людей, пусть это проклятие сейчас остановится кровью Иисуса». И все, кто уже обречены на смерть, Господь, мы просто благословляем их Твоим именем, да познают они Тебя, и да не будет смерти, да обратятся они к Тебе. Дух Святой, мы направляем эти миллионы ангелов на служение этим людям, которые совершили убийство на войне, осознанно, неосознанно. Они кричали какие-то лозунги, какие-то речевки, но, Господь, они прокляты, и мы просим Тебя, помилуй их, и пусть все, кто обречены на смерть, они просто отдадут, как апостол Павел, свои жизни Тебе на служение. Во имя Иисуса проклятие их обречено в благословение им, потому что Ты их любишь. И мы, как церковь, и мы, как слуги царства, постанавливаем это в духовный мир, это происходит, эти слова действуют. Аминь. Есть второй тип людей, есть второй тип людей, это людей, рожденных свыше, но у которых вообще, все, вот они как были с мирскими мозгами, вот они такими остались. Вы представляете, человек мирской, ну понятно, он не знает Бога, а есть люди, которые рождены, реально рождены от Бога, у них не обновлен мозг, они так и думают, я снова пойду на работу, священное писание подождет, мне некогда читать, я буду заниматься какими-то делами, я заработаю, я заработаю, а потом я приду в церковь, и все будет хорошо. Это ложь дьявола, это второй тип людей, это люди, которые, они уже рождены от Бога, но живут еще духом этого мира, вообще полностью связаны и они находятся в рабстве, это тип людей, это рабы, дети Божьи, которые находятся в рабстве и работают на фарагона, работают в Египте, и вы знаете, это очень смелые слова, я сам себе сказал, я не раб, я еще какое-то время, я не говорю, что не надо работать, я хожу на работу, я поднимаю себя, но я знаю такую вещь, я хожу на работу, мне оплачивают мое время, я там молюсь, я там что-то делаю и так далее, меня оплачивают, все хорошо, но Господь сказал, я не послал тебя туда работать, я дал тебе вот эту, какие-то ресурсы, чтобы ты без стрессов общался со мной, но тебе нужно будет следующий шаг, войти в мою славу и получать обеспечение от меня, и тогда ты уйдешь с этой работы, но пока ты, ты должен научиться, ходя на работу, получать благословение от меня, как только ты научишься это делать, не ходи на работу, все, ты научился, ты умеешь, не умеешь, ходи, но я говорю, что в этот момент происходит обновление разума, происходит обновление твоего сознания, ты начинаешь вдруг понимать, что, а это что, так возможно, можно получать от Иисуса, вообще легко можно, если ты этого хочешь, у тебя это будет, я извиняюсь, есть третий тип людей, это люди, рожденные свыше, вы знаете, я как-то говорил об этом, фильм «Матрица», первая часть, он очень четко об этом показывает, этот Нео, это человек, который отказался жить в системе, он вдруг начал понимать, что существует мир сверхъестественный, существует, и Господь нам сегодня открывает, говорит, я Бог всемогущий, ходи предо мною, я покажу тебе чудеса, которые вообще никто не видел, я сегодня, и мне Господь четко сказал, я готовлю вас к своей сверхъестественной славе, если, вы представьте себе такую вещь, вообще, как церковь может существовать, без сверхъестественной, как мы можем свидетельствовать об Иисусе, если в твоей жизни не происходит сверхъестественное, сейчас Иисус, вот вы, ваши уши слышат, блаженные уши, которые слышат, мы сейчас говорим о том, мы возвращаемся к чудесам, и Господь, Он говорит, я сейчас вам, Господь сейчас просто конкретно показывает, когда ты преодолеваешь себя, есть принципы преодоления самого себя, есть механизмы преодоления, и мы рассматриваем эти три типа людей, первый, вообще не знают Бога, они живут в системе, второй, это люди, христиане, которые тоже живут как мирские, но они хотят Бога, но они не знают, у них ничего не изменит, есть третий тип людей, которые Господь говорит, если ты любишь меня, Иисус говорит, я могу тебе открывать любые тайны, сейчас, секундочку, вот первый тип людей, представьте себе, первый тип людей, это мертвая рыба, они текут по жизни, они не заботятся о времени, они могут пить, ругаться, до ночи болтать, блудить, что угодно делать, они вообще не обращают внимания на время, они называют, они даже когда собираются, собрались убить время, то есть, это тип людей, которые, ну вы знаете, как вообще, ну они, ну вы поняли, да, они, если он что-то захочет достичь, он достигнет, но опять, Господь не прославится через это, то есть, он опять там, успех этих людей, или бизнесменов, он в бизнесе крутой, а его личная жизнь там, непонятно, что происходит, его дети, непонятно, что происходит, вроде деньги есть, а счастье, ну, но я не говорю, что совсем все так плохо, есть очень умные, мудрые люди, которые скрыто верят в Бога, и в их жизни что-то происходит, но я сейчас говорю о другом, в любом случае, приходит такой момент, обратите внимание, когда человек просыпается, ты знаешь, что тебе нужно сделать, какие-то физические упражнения, чтобы запустилась кровь, чтобы ты стал бодрый, но почему-то годами человек это не делает, представляешь, тебе нужно утром проснуться, сделать несколько физических упражнений, и ты знаешь, что ты будешь себя чувствовать, но ты специально этого не делаешь, вы знаете, есть такой принцип, вы знаете, что космонавты на орбите, а? Я не знала, я не знала, но, если, смотрите, есть принцип, когда организм просыпается, он сброшен на заводские настройки, то есть на самые лучшие настройки, то есть ты можешь проснуться радостным, счастливым и так далее, и так далее, но, когда человек спал, кровь ушла во внутреннюю часть тела, и капилляры сузились, и поэтому ты чувствуешь себя сонным, но когда ты делаешь упражнения, кровь начинает распространяться по органам, по телу, по мышцам, и ты чувствуешь бодрость, кислород начинает двигаться, и так далее, ты чувствуешь, что ты как будто проснулся, и это почему говорят зарядка, вот мы сейчас включаем телефон, это говорят, включиться на зарядку, Милош, не ломись, будь спокоен, тебя ковбасит, сиди спокойно, не дергай, тебе нужно, тебе нужно вот сюда сидеть, нет, мы за тебя помолимся, если ты сейчас соскочишь, ты обратно вернешься в болючее состояние, ты поймал себя, ты здесь с нами, ты на полтора, на день пришел сюда, мы тебя не видим, и тебя хотят унести от нас, нет, позвони, скажи, что позже, позвони, скажи, что позже, сейчас решается часть твоей жизни, ой-ой-ой, ты же знаешь, а дьявол говорит, ты, иди потусуйся, иди в печаль, я тебе сделаю фальшивую радость, Господь говорит, подожди, дай сердцем твоим поработать, дай положить в твое сердце хоть что-то, чтобы у тебя было сверху, Бог хочет тебя, был, Иисус, вот смотри, ты сейчас здесь, уходишь отсюда, Иисус может тебя больше не догнать, побудь еще, пропитайся еще чуть-чуть, я тебе говорю от Духа, потому что я люблю тебя, я благословляю тебя, как человека Божьего, в твоей жизни должны перезайти сильные изменения, и задача дьявола, отвлечь твое внимание, чтобы ты пошел не туда, а лучше тебя вообще уничтожить, психически, как лично, а Господь говорит, нет, я хочу тебя поднять, я хочу тебя сделать Божьим героем, ты здесь не просто так, ухвати самое главное, а потом иди, тебе еще осталось 40 минут, соберись, во имя Иисуса, не будь побежден злом, вы знаете, я такое назвал его, есть люди, которые вообще не осознают, что с ними происходит, я говорю про термин, мистер дьявол, это мастер контроля, мастер манипулятор, магистр психологии, дьявол это магистр психологии, он вообще все знает про людей, и знает, как обмануть, знает, как остановить, как включить лень, как включить эгоизм, как включить гордость, он знает, как включить все кнопочки, качества, которые сделают человека медленным, тормознутым, остановившимся, умирающим. Не будь побежден злом. Дьявол это. Будь подвластен и побежден Иисусом добром. Маккоробощири, римлянам 12 дней. Второй тип. Ни холоден, ни горяч. Это такой тип, знаете, рождены от Духа Святого, ничего не умеют, нет фундамента вообще в жизни. Что-то с ними происходит, как нюф-нуф, наф-наф и ниф-ниф. Их не домики у всех рассыпались. Три поросенка построили домики. Один из бумажек, третий из соломинок, а четвертый из каких-то камушков. И что-то с ними начало происходить. Вот это два типа верующих людей. Одни не верующие, другие верующие. Короче, не поймешь, что с ними. Какие-то поросята кошерные. И у них один девиз. Держи, что имеешь. И они постоянно говорят, это невозможно. Знаете, мне папа когда-то в детстве говорил, я говорю, я не могу. А он мне говорит, нет такого слова не могу. Есть слово не хочу. Вообще не существует в лексиконе не могу. Иисус говорит, я все могу. Все могу. В укрепляющем, но главное слово, которое сегодня Господь хочет говорить, в любящем меня Иисусе Христе. И мир ставит постоянное ограничение на сознание везде. Я не могу, не получится, ты не хочешь, тебе страшно или что угодно. Короче, это тип христиан, которые вообще, они заблокированы. Но я все могу, и у меня есть награда. Третий тип. Пишу вам, юноши, потому что вы победили Лукавого. Юноши, вы сильны, потому что слова Бога пребывают в вас. Вы знаете, у меня был такой момент в жизни, почему я на это обратил внимание. Я когда молился, я молился только стихами из священного писания. Только стихами. Час-два, только местами. Я почему говорю? Потому что Даша молилась, она молится, сейчас в последнее время я слышу только стихами из священного писания. Говорю, о, аминь. Вот это десяточка, вот это. Я говорю, я тоже так молился. Я сейчас просто в наглую иду, еще более борзый такой стал. Я просто переварил эти места из священного писания. Я уже говорю их как откровение. Но молиться на основании священного писания, это вообще является самым лучшим уровнем, самым хорошим, качественным показателем твоего духа и твоего молитвенного качества. Самый лучший уровень. Дальше уже там уже это другой момент, но молиться на основании слов Иисуса. Халлелюя. Дети вы от Бога, дети Божьи, и вы победили их. Кого их? Все, что там. Потому что тот, кто вас, потому что Иисус во мне, больше кто их. Иисус большой, а все остальное маленькое. А теперь перед твоими глазами появляется Голиаф. Знаете, что это Голиаф? Голиаф это раздутый твоим страхом. Знаешь, что такое страх? Страх это такая большая увеличилка. И ты смотришь на муравья, а он вот такой монстр. Страх это увеличилка. Это ложное увеличение проблемы, которая на самом деле очень маленькая. Это Дух Святой конкретно говорит. Удали увеличилку дьявола, и ты увидишь, что дьявол очень... увеличительное стекло от страха, и ты увидишь, что все проблемы, они очень маленькие. И они все решаемые. Потому что... Почему? Потому что тот, кто во мне, больше, чем этот маленький таракан по имени дьявол. Но дьявол говорит, а я тебе дам увеличилку страха. И ты смотришь этот монстр. А Иисус говорит, нет, выброси страх. Я больше, чем страх. Я больше, чем нехватка. А я говорю, а как ты станешь больше? Начни говорить слова Бога. И ты начнешь... Тебя начнет распирать, как, знаете, как от химических каких-то препаратов для спортсменов. Мышцы растут невероятной силы. Слова Бога, когда в тебя попадает, ты становишься невероятно сильным, сверхъестественным и мощным человеком. Масоторуко. Преодолеть. Это значит пробежать дистанцию. Это значит подняться на гору. Это значит, что у тебя должна быть выносливость. У тебя должна быть сила. И должно быть посвящение. Должна быть вера. Вы знаете, еще один такой момент. Я говорю про тренера. Кобо Аширто. Всегда за чемпионом стоит какой-то очень серьезный человек. Чемпион, он должен сделать акцент на выполнение задачи. Он должен пробежать, залезть в гору. Он должен прыгнуть. Но думает за него и дает команды, ему дает тренер. Тренер. Спортсмен, он просто ставит установку. Ему поставили установку. Надо выполнить это. И тренер говорит, он считает ему ритму. Он отмечает, сколько он должен сделать, какой должен быть объем его мышцы, чтобы он мог сделать амплитудное движение. И чтобы сила удара или рывка была такой, чтобы он стал чемпионом. Спортсмен это не регулирует. Это регулирует только тренер. Тренер тебя тренирует. Иисус, Дух Святой тебя тренирует. Господь тебя тренирует. Зачем? Чтобы ты научился не только преодолевать себя, ты научился выигрывать. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Идем дальше. Все могу. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 9.24. Знаете, бегущие дистанцию бегут все. А один получает награду. Бегите так, чтобы получить награду. Я бегу, как на неверное. Я не бью, просто бить воздух. Господь говорит, если ты наносишь удар, ты должен наносить его точно, валить врага, убивать врага, уничтожать. Если ты стреляешь, ты должен попасть в десятку. Если ты хочешь выиграть, ты должен забрать, ну, стать первым, самым лучшим. Ты ставишь цель стать самым лучшим. Не вторым. Ты бежишь, чтобы получить награду, самую лучшую, и взять трофей. Преодолеть. Это значит сверхъестественно двигаться с Иисусом. И выиграть, и получить награду. Слово преодолеть означает. Каждый из нас... Знаете, что происходит? У меня на этой неделе тоже было давление. Такое вообще странное, изнутри какое-то очень болезненное. И я просто понимал, я должен преодолеть. Есть момент, когда ты можешь с кем-то поговорить. И он тебе подскажет, останови это. Это как тренер. Мы друг для друга как тренеры иногда бываем. И тебе говорят подсказку, сделай так. А, спасибо, Иисус. Все, фу, проскочил. Халлелуя. Вы понимаете? Мы в теле Иисуса друг другу помогаем. Мы в теле, мы любим друг друга. И мы подсказываем, можно сделать так. Можно сделать так. Подумай. Вот такая идея, такая идея. Вы понимаете, да? То есть, Господь вообще, знаете что, Он так нам упростил жизнь. Нам просто нужно открыть глаза и понять. Господь, спасибо тебе, ты нас благословил. И мы здесь. Аминь. Дальше. Тренер – это система управления чемпионом. Дух Святой управляет нами, чтобы мы побеждали. А теперь задайте вопрос. Что нужно сделать, чтобы Дух Святой тобой управлял? Если Дух Святой тобой управляет, значит, ты на правильном пути. И ты выиграешь. Нужно, как и Даша сегодня говорила, нужно впустить в себя слова Бога. Позволь словам Иисуса через Священное Писание войти в твой разум, обновлить тебя и показать тебе. Ты говоришь, у меня это сто лет, проблема, она не решается. А Иисус говорит, решается. Вообще легко решается. Ты просто увеличивочку дьявольскую страха выкини. Страх – это увеличивка. Посмотри на ситуацию и приколись. Это смешно. Ты можешь выигрывать. Страх, он парализует. Он сковывает тебя. Он не дает тебе творческие мысли. А когда ты начинаешь размышлять над словами Бога, ты просто забываешь про страх. Ой, где моя увеличивка страха? А я забыл, где она. Знаешь, как бабушка говорит, я хочу, я ничего не вижу, где увеличивка? Я хочу книжку почитать. Нет, она забыла, говорит. О, я уже читаю, хорошо. А где увеличивка? Да не надо мне эту увеличивку. Хорошо. Аллилуйя. А теперь смотрите один очень важный момент. Очень важный момент. Вы знаете, что Иисус, будучи Богом, стопроцентным Богом, стопроцентным человеком в теле, Он вынужден был страдать. Он вынужден был преодолевать. В Гефсиманском саду, вообще всю жизнь, когда Иисус родился, Он, из-за того, что находился в теле, Ему нужно было преодолевать себя. Все преодолеваем силою возлюбившего Меня. Вы знаете, почему Иисус смог все преодолеть? Он говорит, не моя чаша, но твоя, не моя воля, но твоя да будет. Я не могу пить эту чашу. Но не моя воля, я не в состоянии. Вы знаете, почему Иисус выиграл? Потому что он был на связи с отцом, и любовь отца дала ему способность преодолеть себя. Отец в этот момент был как тренер. Говорю, Иисус, преодолей. Я знаю, что ты не можешь уже, я знаю, что ты в теле. Ты не можешь, но моя любовь, она сейчас в тебе как наркоз срабатывает. И срабатывает какой-то сверхгипер, сверхъестественный механизм, когда ты вдруг это обстоятельство преодолел. Как преодолел? Вы знаете, когда спортсмен бежит, или какой-то чемпион, он преодолевает нагрузки, которые превышают его способность и могут быть смертельными. Но есть такой момент, когда человек от страха бежит от льва или какой-то опасности, он перепрыгивает какие-то расстояния, потом говорит, как я перепрыгнул, я не знаю. То есть он настолько забыл, и сработали инстинкты, и включился механизм самосохранения, и он вдруг перешел вот этот гиперзвуковой, гипербарьер, то есть барьер, за который люди уже не могут перейти. И сегодня Иисус говорит, я вам дал такую способность, чтобы вы перешли барьер из естественного в сверхъестественное. Копо! Аминь Иисус! Читаем. То есть, что пришлось преодолеть Иисусу, побеждая свои души, инстинкты, тело, демонизированный мир, то есть демоническое давление Исаия 53. Иисус был презрен, унижен перед людьми. Это было страдание, он был голый, на кресте висел голый, порванный вообще. В голове ему забили вот эти шипы, вы знаете, вот так вот ударься об какой-то угол, уже больно, а ему забили в голову вот такие шипы. Еще били палкой, вообще это нормальный человек бы сошел с ума. Муж скорбей, изведавший болезни. И люди вообще его презирали, отвращали лицо. Иисус был презираем нево что-то. Он это все висел незаслуженно, он просто преодолевал боль, страдания, унижения, ужас. Будучи Богом, он висел на кресте голый, порванный, избитый. И он вообще не заслужил полная несправедливость. Он переносил страдания каким-то образом, который до сих пор вообще не укладывается в сознание. Муж скорбей, изведавший болезни, он был презираем, ни во что не ставил. Но Иисус взял на себя наши немощи. Какой должен быть уровень боли, страданий, чтобы потом можно было эти страдания перевернуть на благословение всего человечества? Вы знаете, что на Голгофском кресте произошел очень странный момент, очень необычный, сверхъестественный момент. Произошло переключение, что когда ты смотришь на Иисуса распятого, почему апостол Павел это понял, этот драгоценный секрет, тогда ты получаешь с распятого Иисуса ответ на любую заблокированную дьяволом ситуацию в твоей жизни. КОЛБА ШИРАТОВА Иисус перевернул страницу из естественного и сверхъестественного. Если все будет приходить в твою жизнь естественно, тогда все приходит сверхъестественно естественно. Но если в твоей жизни будет все только естественно, значит там уже дьявол работает. Должно происходить вторжение Бога в твоей жизни, должно происходить вторжение Иисуса. Вы знаете, о чем я сейчас говорю? Я сейчас обновляю файлы мозга, и Господь говорит, это обновление. Знаете, что такое вот то, что я сейчас говорю? Я говорю, короткое учение на основании Священного Писания, которое активирует твой мозг на сверхъестественные события. Перелистни преодоление. Ты должен перелистнуть страницу и войти в героическое настоящее Божье. Перейти из естественного состояния в сверхъестественное. Господь говорит, ты можешь в этом мире быть лучшим, ты даже не понимаешь, я больше, чем этот мир, я больше, я имею в виду в тебя вложить такие файлы откровений, что твой мозг будет смотреть на ситуации, и эти ситуации, они обязаны будут поменяться в сверхъестественное, естественно, в твою пользу. Почему? Иисус говорит, я сверхъестественно страдал и умирал. Для того, чтобы моя слава начала покрывать и наполнять каждую ячейку твоей судьбы, каждую ячейку твоей жизни. Господь говорит, я в каждую клеточку твоей жизни. Ты говоришь, у меня здесь вот тут все рак, тут боль, здесь головы проблемы. Все, что было на Иисусе. Он говорит, посмотри на меня, я умирал за тебя. А теперь перевесни страницу и увидь, что моя любовь исцеляющая входит в этот орган. Этот орган сейчас, он просто выгорает эти мертвые ткани, они уходят как через потовые железы. И на том месте формируется сиянием Духа Святого, вазером Духа Святого новые клетки в печени, новые части сердца, новые органы, погасшие органы, полузгнившие органы. Господь говорит, полностью сейчас происходит сверхъестественное производство в твоем событии, исцелении в твоем теле. И сейчас тот, кто будет слышать, это будет их исцелять. Знаете почему? Как я сказал вначале, когда я говорю, и я это представляю, вот сейчас я говорил, я видел то, что я говорю, это то, что ты представишь, именно это начинает работать и проникать в духовный мир, как и животворенный. Мы уже выходим к финишу. Да, Иисус, мучим за беззаконное наказание мира нашего на нем, и ранами Иисуса мы исцелились. Знаете, что такое исцелились? Не выздоровели. Ранами Иисуса. Что-то у тебя не так? Ранами Иисуса. Чудо. Сверхъестественное решение. Преодоление. Знаете, что преодоление, да? Это гипербарьер из естественного сверхъестественного. Господь преодолел. Вы знаете, кто так здесь? Только Господь. Дьявол вообще в шоке. Он ничего не может сделать. Он вот такую стену поставит, вот такую вот тысячу бетонную там метра. Иисус своим гиперзвуком прошел. И слава и исцеление. Амэн, Господь. Дьявол опять на параше. В тюрьме сидит во имя Иисуса. Сам создал, сам в ней живет. Сам и воняет, сам там все убирает. Мусор ошиб. Бак, обо. А мы дети славы. Мы дети Иисуса Христа. Хумашико. Потому что Он вложил в нас способность откровения. Я преодолеваю свою человечность решением воли. Я принимаю решение. Не моя воля, но твоя, Иисус. Я принимаю решение. Сверхъестественное решение преодолеть. Пройти сквозь обстоятельства. Пройти сквозь видимые помехи. Сквозь душевную боль. Страх, неприятности. Как написано в откровении. Они победили дьявола кровью Агнца. Словом свидетельства своего. Не возлюбили души свои даже до смерти. Они победили. И знаете, есть еще один такой момент. Когда ты принимаешь решение. Знаете, что такое волевое решение? Вот на этой неделе Господь четко дал понимание. Волевое решение, это когда ты уже... Сейчас быстро скажи, Господь, я умоляю, дай мне эту способность. Господь сказал, есть момент, когда ты выиграл. Все, в духовный момент, хоп, я выиграл, аминь. А дальше что? А дальше ты должен принять волевое решение. Задача дьявола расширять твою победу и сказать, нет, это не совсем так. Нет, это фикция. Это обман. Это фальшивка. Но ты говоришь, я принял решение. Господь дал. Я больше не сомневаюсь. Господь дал и сказал, все, держи крепко. Я принимаю решение. Я мужественным. Как бы мне не было больно, я говорю, я получил, не отпущу. Я не отпущу то было господин, которое дал Господь. Я держу его крепко. Я принял решение. Это чемпион. Тебе нужно просто держать то, что сказал тебе Бог. Пройдет некоторое время. Господь сказал, молись в уверенности. Молись. Молись в духе. Хвали меня. И придет такой момент. Господь, аминь. Легко. Это мое. Не надо больше молиться. Ты получил. Это событие произойдет. Иисус навин. Вы помните, был такой момент. Ему было сказано, не устрашись, не страшись и не ужасайся. Она будет тверд. Когда, и очень мужествен, когда, слава Бога, в тебя войдут, дьявол будет все, что угодно делать. Он будет создавать страхи. Он будет создавать страшные, тяжелые ощущения. Неприятные ощущения. Чтобы сломать тебя. Чтобы поломать тебя. А Дух Святой говорит, только будь твердым. Ты же получил победу. Все, не сомневайся. Больно? Терпи. Умираешь? Не умирай. Держись. Но держись и крепись. Не отпусти. Не отпусти благословение. Помните, как Яков говорит, не отпущу, пока не благословение. Схватись. Бог дал тебе этот кубок золотой. В духовной мере. Держи его. Продержись. Дьявол хочет его вырвать из твоих рук. Пока приходит момент получения. Есть духовная победа. А есть процесс, когда ты должен это получить на земле. Просто держи и говори только одни слова. Это мое. Я победил. Я славлю тебя, Иисус. Ты великий. Ты чудный. Ты начинаешь говорить с Иисусом. Ты начинаешь его хвалить. Славить. Благодарить. Халлелуя. Только будь очень тверд и мужествен. И дальше написано. Блажи. Иакова 1. Счастлив человек, который переносит искушение или преодолевать. И, быв испытан, получит венец жизни, который обещал Господь. Внимание. Который обещал Господь любящим. Их. Вы знаете секрет победы? Секрет победы любить Иисуса. Секрет любой способности и преодоления любых обстоятельств. Это быть любимчиком Иисуса. Это любить Иисуса. Любишь Иисуса, будешь побеждать. Многие хотят все, что угодно. Но они не понимают Иисуса. Они ищут технологии, как заработать деньги, как по христианским линиям провернуть какие-то ситуации. Но, но, но. Секрет. Всех секретов. Кто любит Иисуса, тот будет побеждать. Кто любит Иисуса, тот любит Его слова. И слова Его в вас прибудут. И слава Божья выйдет из тебя. Вы помните, мы в прошлый раз говорили, если слова Бога войдут в тебя, они выйдут уже, как пророческое оружие, как меч обудоострый. И слова Бога, которые вышли от тебя, они исполнят то, для чего они посланы. Огонь Божий сейчас проникает в твой дух, в твое сердце. Прямо сейчас все темные закоулки души, Господь, прямо сейчас огнем Духа Святого освещают и проникают. По венам, по нервным окончаниям, Господь, по ногам, по рукам. Всякий дух страха, всякий дух тьмы, всякий дух поражения. Я проклинаю тебя, Сатана. И твоим именем, Иисус сейчас, я высвобождаю в моего брата твой огонь Божий. Твою любовь, твой свет, твою уверенность, Господь. Я говорю, Господь, судьба моего брата благословлена сверхъестественным образом. С этого момента, Господь, Он допустил своему сердцу быть здесь. Я прошу тебя, Господь, о мощном благословении в его дух, в его жизнь, в его судьбу. Я благословляю моего брата, чтобы его судьба была от тебя максимально великолепной. Я прошу тебя, чтобы то, что он услышал сейчас, о том, что любить Иисуса, это секрет любой победы, любой способности к жизни и быть героем. Я прошу тебя, Иисус, Он герой, Он человек Божий. Я благодарю тебя за то, что в его духе, в его сердце укладываются эти истины красиво, Господь. Так что через какое-то короткое время твоя слава начнет через него двигаться и совершать великое. Я говорю, Господь, сохрани его от зла. Я постанавливаю, что никакая судьба от дьявола или обстоятельства и события, которые дьявол замутил, они не состоятся, они исполнены, а я их аннулирую кровью Иисуса. Я говорю, Господь, что для моего брата Милоша самое лучшее, Господь, что ты приготовил. Не видел, не слышал от уха, не видел от глаз, что никто не понимает даже, что Бог приготовил. Для любящих Его, любящих Его самое лучшее. Это секрет всех секретов. Любящим Его все содействует в пользу, в победу, в благосостоянии. Кто любит Иисуса? Все состоялся. Первое, чтобы побеждать по любви Иисуса. Не будет побед у рожденного свыше без Иисуса. Если ты рожден свыше, но Иисус-то ты не получается любить, дьявол отвлекает твой фокус внимания. Это трагедия. Любящие, рожденные от Бога, они начинают любить родившего их. О, Иисус! Это такие примитивные истины, которые сегодня важны везде, везде, везде. Их нужно по всем каналам говорить. Люби Иисуса сильно. Что хочешь, делай. И вы знаете, любить Иисуса это не сложно. Ты можешь просто сказать, Иисус, помоги мне любить тебя. Дай мне жажду. Что мне делать? Он говорит, читай, размышляй. Мост начинает меняться. Ты начинаешь понимать мысли Иисуса. Через некоторое время в тебя уже приходят какие-то идеи от Иисуса. Ты уже вдруг с Ним заговорил, сам не понял. Сны появились, видения, образы, пророческое помазание. Начались сверхъестественные проявления в твоей жизни. О, ма рабо щитоко! Халлилюя! Преодолей свою логику, душу и тело. Преодолей словами Иисуса свой мозг. Преодолей своим духовным прожектором. Проткни сквозь тьму, увидь. Ты победил, ты смог. Иисус могущественный, и я могущественный. Он всемогущий, и я все могу. Нету не могу, я все могу, я могу преодолеть. Говорит, я не знаю, как выиграть эту ситуацию. Ты можешь, у тебя есть языки Духа Святого. Ты можешь, просто не говори, не могу, не ставь, не подписывай себе приговор, я не могу. Ты можешь, ты можешь. Вы с Иисусом, ты можешь. Но вначале надо и полюбить Его. А потом все пойдет, как по маслу, по помазанию, я говорю. Аминь. Халлилюя! Увидь себя счастливым. Это смело, дерзко и сверхъестественно. Прямо сейчас, во имя Иисуса, упражнение. Увидь себя самым счастливым. Прямо сейчас. Увидь себя самым счастливым человеком на земле. Это сверхъестественное, которое Господь сейчас вкладывает в тебя. Увидь себя самым счастливым человеком на земле. Увидь себя самым счастливым человеком. Увидел? Кто увидел? Увидел? Милыш. Увидь. Увидь. Знаешь, что это значит? Заставь себя. Преодолей ложь. Сатаны, который говорит, у тебя не получай. Говорит, видеть себя счастливым, это то, что Иисус заложил в нас от создания мира. И дьявол сделал все, чтобы мы не видели себя счастливыми. Все. Легко. Ничего не держит. Аллилуйя. Все. Выиграли. Аллилуйя. Щибокото. Легко. Знаешь, что такое легко? Это значит, больше не все до лампочки. Я счастлив. Нет. Все равно. Все. Потому что Иисус любит меня. Ты скажешь, это сумасшествие. Да. Мозг с ума сходит. Но пусть он подчиняется. Сверхъестественному. Быть счастливым, это сверхъестественно. Быть благословенным, это сверхъестественно. Ты благословен? Да. Я благословен. А дьявол говорит, нет. А я говорю, да. Аминь. Я благословен. И вот идет игра в разуме. И кто кого переболтает. Или ты его забьешь словами Иисуса. И забьешь, и искалечишь. И он будет инвалидом. Или вы поменяетесь местами. Господи. Но Господь говорит, выигрывай уже, хватит играть в эти игры. Затопчи, а то таракана этого вообще. Он достал. Он думает, что он фу. В величилку выброси. В величилка страха. Знаете, такой ходит человек с величилкой постоянно ходит. Говорит, да выброши, она же тяжелая. Да. Он такой большой. Таракан. Такой усатый. Такой полосатый. Такой противный. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Это есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, кто верует, что Иисус Сын Божий. В любви, вера в любви, это инструмент для преодоления достижения самых необычных целей. И еще один момент. Помните, я говорил, праведный верою жив будет. Вера говорит, я победил, значит, ты уже имеешь трофеи и так далее. Я сокращаю все. Луки 11, 22. Когда же сильнейший нападет и победит его, тогда возьмет все оружие, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Иисус говорит, ты можешь забрать у дьявола любые вещи. Все, что он у тебя удержал каким-то образом. Вы знаете, у меня есть такое учение о том, что дьявол должник, и как у него забрать. Но я еще, я его, оно полностью оформлено. Но я в духе еще его, как бы стараюсь его еще проглотить, ну как бы, потому что это очень мощные вещи. Хорошо. Мако робо щири. Все обетования в Иисусе да и имень. Да. Исайя 26, 3. Твердого духом, помните решение, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает. Потому что, как я доверяю Иисусу, потому что он меня любит. Знаешь, что такое твердый духом? Господь тебе сказал, твое, все, все это мое. Но я знаю, что надо тренироваться. Должны быть духовные. Даша опять же говорила, ты должен питать свой дух. У твоего духа должны быть крепкие руки. У твоего духа должны быть мышцы. Твой дух должен быть натренирован. Твой мозг должен, через мозг должны проходить такие импульсы откровений, которые делают тебя очень сильным. Если Господь говорит, я тебе это дал, держи крепко, я благословил тебя. Держи крепко, я благословил тебя. Это касается исцелений. Это касается освобождений. Это касается чудотворения. Это касается финансов. Всех сфер жизни касается. Схватился, это не в том смысле, держи, что умеешь. Дальше не идешь. Нет. Держись тот уровень победы, который тебе дал. Держи его до полной материализации. Потом переходи на следующий. Держи его, пока благословение не материализуется. Кома щеком. Мы выходим на фильм. Есть вот этот секрет. Хочешь побеждать? Люби Иисуса. Вообще простое откровение. Кто хочет побеждать, люби Иисуса. Люби Иисуса в начале, и будет победа. Будет складываться жизнь правильно. Четко, красиво, мощно. Аминь. Итог. Постоянно преодолевай себя. То есть написано, преобразуйтесь обновлению ума. Но есть вещи, когда мы нарываемся на какой-то стопор, на какую-то стенку, как будто мы ее не можем преодолеть. Для этого иногда нужен тренер. Нужен человек, который просто тебе скажет, Вася, вот с этой стороны, если вот нанести удар, или сделать комбинацию из такой схемы, ты выиграешь. Вы знаете, что сейчас современный бокс, он настолько технологичен, что даже этот маленький какой-то карлик, если его правильно проработать, он будет валить больших крупных людей, ну, чемпионов. Все технологично. Каждый удар, объем, объем мышцы. Если мышца чуть больше, она закрепощает. Все должно быть в точной пропорции, скачок, комплитуда, техника, определенные эти вот хитрые удары. Все отработано. И сегодня Господь говорит, не важно какой ты, я тебе даю такую технику для победы, которую дьявол вообще не осилит. Я могу дать тебе такие типы и виды откровений, которые очень быстро ведут тебя в победу. Праведный верою жив будет. Праведный не тот, кто ходит на работу и зарабатывает деньги. И договаривается с начальником, чтобы ему подняли на пару купюр денег. Йомашибо, это вообще не из нашей истории. Наша история другая. Да, итог. Формируй полезные привычки и новые качества характера. То есть Иисус говорит, первое, что сегодня для нас стоит, это люби слова Иисуса. То есть поставь привычку читать и размышлять над Священным Писанием. Привычка. Я читаю. Надо, может быть, заставить себя дальше. Определи, что надо изменить. И прими решение. Я выиграю это обстоятельство, которое заблокировано. Как будто мне... Вот мне надо изменить, я не знаю, что... Прими решение. Я, как вам говорил раньше, я потерял ключи и в детстве принял решение, больше всего ничего не терял. Я принял решение, и ко мне это кач. На основании моего решения Бог дает ангела, дает сверхъестественную способность. Я выиграю. И когда ты говоришь, я всегда, я все могу в укрепляющемся, всегда торжу, я всегда выиграю. Я принял решение, я последнее время говорю, я все равно выиграю. Да, мне может быть больше... Я все равно выиграю по-любому. По-любому выиграю. Вот кто-то скажет, ну, бывает же... Нет, я все равно выиграю. Ну-ка, я все равно выиграю. Все, тема закрыта. Давай я о другом поговорю. Я все равно выиграю. По-любому выиграю. Все. Вот я вам говорю. Понимаешь? Это в твоем сознании появились какие-то вещи. Как ты выиграешь? Я все равно выиграю по-любому. Я так сотворен. Я все равно выиграю. У меня папа, я с ним в шахматы, в карты играл, в шашки. Он постоянно у меня выиграл. Что я не придумал, он все равно у меня выиграл. Он говорит, он уже вот левой ногой играет со мной и все равно выигрывает. Я говорю, и во все, что я играю, вообще выигрываю. Вообще. Ну ладно, так наш отец такой же. Он говорит, я хочу вас научить одной ногой вообще там. Дявол что-то там, с ноги его пихнул и пошел дальше. Да. Будь тверд и мужествен. А. Люби Иисуса и сможешь преодолеть и победить все. Люби Иисуса и считай, что ты состоялся как личность. Будь тверд и мужествен в принятом решении. Молитва. И молитву мы сейчас просто повторим. Я ее вначале прочту. Иисус, я знаю, что всю мою жизнь мне надо учиться и преодолевать в себе обстоятельства. Я преодолеваю, все преодолеваю силой Духа Святого и возлюбившего меня Иисуса. Иисус, я хочу любить тебя. Помоги мне любить тебя и научи меня любить тебя. Римлянам 8. Любящим Бога, призванным, все содействует на пользу. И в Коринфянам 2.9. Не видел то глаз и не слышал, что не приходило на сердце человека, что Бог приготовил любящим. Иисус приготовил, я его люблю. Значит, мне что-то приготовлено. Отлично. Благодать со всеми любящими Господа нашего Иисуса. Аминь. Это Ефесянам 6. Благодать со всеми любящими. Вот кто любит Иисуса, все, ты попал в число победителей. Аминь. Давайте повторим. Можем встать на ноги. И, Господь, я прошу Тебя, чтобы наши уста сейчас, а это были слова, которые вышли из уст, и они возвращаются к нам выполненными, исполненными, исполнившимися полными силой и благодати. И я благодарю Тебя, Господь, на то, что мы перелистнули эту страницу естественного и реально вошли в сверхъестественное во имя Иисуса и молитва. Иисус, я знаю, что всю мою жизнь мне надо учиться и преодолевать себя и обстоятельства. Я все преодолеваю силой Духа Святого и возлюбившего меня Иисуса и моего Отца. Иисус, я хочу любить Тебя, помоги мне любить Тебя, научи меня любить Тебя, Иисус. Любящим Иисуса, любящим Бога, призванным, все содействует в благословении. Не видел то глаз и не слышало уха, и о том человек даже не мог подумать, что приготовил мой Господь, любящим меня, любящим Его. Благодать со всеми любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь.